Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если по каким-то причинам дозвониться не удалось, не расстраивайтесь Свои вопросы, замечания, критику, предложения вы можете размещать на баскетбольном форуме сайта НТВ плюс РУ Там есть специальная директория Гомельскому в неделю в НБА Также есть конференция на этом же сайте, которая так и называется «Неделя в НБА», где я на все ваши вопросы отвечаю Вы понимаете, уважаемые телезрители, что темой сегодняшней программы является только что закончившийся финал чемпионата НБА Даллас, Майами Я буду сегодня подводить итоги финала Поэтому, если вопросы по финалу, то вы дозваниваетесь Если вы хотите спросить вообще про сезон То итоги сезона, все самое главное, что было сезон Это тема передачи, которая выйдет в эфир 21 июня А сегодня только о финале И поскольку игр было три, то, соответственно, четвертая, пятая, шестая игра – отдельные сюжеты Рассказываем, чего не получилось у Майами и получилось у Далласа Или наоборот И вместе с вами смотрим Ну вот, первый дозвонившийся в студию есть Игорь, добрый вечер, я вас слушаю Добрый вечер, Владимир Александрович, Игорь, Челябинск Если можно, один вопрос и небольшой комментарий Пожалуйста Вот финал закончился Даллас чемпион, ура Я, честно говоря, не был большим болельщиком ни в Майами, ни в Далласа Но вот в данном серии больше симпатизировал Далласу Он победил Дальше, что ждать дальше Если будет локаут, то возникает такой вопрос Опыт локаута и в NBA, и в национальной хоккейной лиге уже был Если у хоккеистов локаут в Европу поиграть приезжали и заморощенные звезды Это Моречкин, Ковальчук и суперзвезды канадцы и американцы То в 1998-1999 году, во время локаута, такого наплыва желающих приехать Баскетбольных звезд ни уровня Джордана Титина, ни меньшего уровня, его просто не было Но вот тогда и Dream Team громилось всех подряд А сейчас уже есть опыт проигрыша Dream Team и сербам, аргентинцам, грекам Вот после такого подъема уровня международного баскетбола Есть ли шанс, что во время локаута в Европу приедут играть американские звезды? Это вот вопрос Ну и ответ у меня готов Вы же понимаете Если мы берем... Вы хорошую параллель провели, я вам за нее благодарен Если мы берем локаут 98-го года Вы же понимаете Агенты позаботились о том, чтобы звезды были готовы к тому, что локаут прервется внезапно Если вы помните, колл договор тогда был подписан в первой декаде декабря А со 2 января начался укороченный 50-матчевый сезон В котором, ну, даже мать всех звезд не проводился И поэтому они сидели, так сказать, в низкой стойке, как легкоатлеты, спринтеры в колодках Тренировались много, снимали, арендовали залы Устраивали турниры, к которым якобы НБА никакого отношения не имела То есть эти звезды НБА постарались остаться в Америке А в этом сезоне, если локаут начнется А мы понимаем, что вот тот раунд переговоров, который закончился позавчера Он ведь не принес успеха На самом деле сближение позиций не состоялось в Майами Вот, и та, и другая сторона разъехалась несолонохлебавше Локаут стал ближе еще на шаг Я уже говорю о том, что не 99, а 99,9 десятых вероятность того, что локаут состоится 1 июля он будет объявлен Какое время нужно для того, чтобы стороны по позициям сблизились? Я представлений не имею Особенно учитывая эту отягчающее обстоятельство Этот иск профсоюза баскетболистов НБА В суд, я забыл какого-то, или федерального округа, Коламбия, по-моему, так С просьбой лишить НБА лицензии на проведение соревнований То есть это очень серьезный шаг И почвы, ну то есть вот если представить ее островком таким То вот почва для того, чтобы найти общий язык и договориться без суда и следствия И там становится все меньше Особенно учитывая размер кроссовок От 50-го и выше большинства баскетболистов Там не устоять и тем и другим Потом, как я понимаю, происходит определенного рода раскол В стане владельцев клубов Там уже 5 или 6 владельцев считают, что нужно пойти на уступки Если раньше они выступали все 30 Все 30 членов этого Верховного Совета НБА Были единым фронтом за то, чтобы срезать на 25-30% потолок заработной платы Уменьшать зарплату То теперь там есть уже и ренегаты своего рода каутские Ну вот такая ситуация Я не думаю в любом случае, что лучшие игроки НБА приедут в Европу Те, которые материально могут прожить год и два и три Не получая никакого дохода от игры в баскетбол Вряд ли будут рисковать А легионеры и игроки среднего уровня Еще для которых будут подобраны, так сказать, высокие зарплаты В ведущих европейских клубах Здесь могут появиться Будет интересно, это я вас уверяю Есть еще дозвонившийся в студию Добрый вечер, я вас слушаю Алло, добрый вечер Здравствуйте Подскажите, пожалуйста Вы помните финал, когда в решающей игре звезды проигрывающей команды Ну я имею ввиду вот Леброна Джеймса и Уэйда Последние пару минут, когда еще все-таки кажется, что нужно сопротивляться Выглядели такими беспомощными Майами выглядели раздавленными В решающей игре в концовке Я понимаю, о чем вы говорите Тут можно без уточнений По-разному Я просто не могу вспомнить вообще такую команду по психологическому климату, как Майами И мне кажется, я уже несколько раз отвечая на вопросы на конференции Я говорил, что для меня победа Далласа – это тренерская победа гений Карлайла Который провел замечательную серию, особенно 4-5-6 матч Но поражение Майами – это не совсем тренерское поражение Хотя, конечно, всегда говорят, что тренер виноват Тренер виноват Но он свою ответственность с этими звездами В большей степени с Уэйдом и Леброном В меньшей степени с Бошем делит А настроение вот это упадническое Когда последние, я бы сказал, 2 минуты 35-38 секунд Когда они практически поняв, что они проиграли Перестали бороться Перестали даже, как сказать, искать поддержку трибун своих болельщиков Конечно, это меня неприятно поразило Очень неприятно Но делать из этого трагедию сейчас У них и так трагедия То, как их ругают сейчас Уэйда, Леброна, Спаэлстру В американской прессе Давно никого не полоскали По этому поводу я им сочувствую А Спаэлстру мне откровенно жаль Не хочу я Об этом, вы уж меня извините Это слишком тяжелая тема Особенно для них, для спортсменов Знаете, когда пресса пишет о том Что Леброн так и не пустил слезу Он мужчина Может быть, он на самом деле сдерживал эти слезы Кто знает, что у него там внутри, на душе Какие кошки скреблись Вот так я думаю Ираклий, добрый вечер Слушаю вас Здравствуйте, Владимир Александрович У меня такой вопрос Точнее, даже не вопрос, а мнение мое Вот когда я смотрел каждую игру И после первого матча Мне показалось, что настрой игроков команды Как бы упал И тот запал, который был у Майами в течение всего плей-офф Он как бы снизился То есть, они показывали в первую игру Эффективную Ну, то есть, эффективную игру Я понимаю, о чем вы спрашиваете Да, а вот в конце они стали как постарели Как будто Вот это мой вопрос Ну, этому Ираклий На самом деле существует такое Как бы Обоснованное объяснение Вы понимаете Они вышли фаворитами на первый матч Они добились сложной победы Во втором матче они упустили свою игру В третьем матче они как бы вернули себе преимущество своего поля Но еле ноги унесли с той победы Если вы помните ход третьего матча И в каждой из этих первых трех игр Даллас проявлял чудовищный по силе характер Цеплялся, кусался, дрался И все это, понимаете Это же психологическое давление именно на них Их никто не боится Их бьют, как последних мальчишек во дворе Во время футбольного матча Нет любителей, так сказать, драки Когда тебя бьют по рукам Никто не любит Но эти лидеры Особенно Леброн Во вторую очередь Уэйт Они так и не приняли Это была тактическая задумка тренера Это жесточайшая игра в обороне Эти выходы Брайана Кардинала Который наотмашь, да По лицу, по лицу По рукам, по рукам По печени Ну и бог с ней печень С печенью Не жалко печени Леброна Джеймса И вот то, как играл По-мужски Даже жестоко Не жестко, а жестоко Даллас Переломал Даллас своей игрой Характер Майами И они вот так вот Угасали По ходу Всего Всей этой серии Это мое объяснение И в шестой игре Этому подтверждение Я еще раз нашел Давайте посмотрим Потому что четвертая, пятая, шестая Сюжеты готовы Сюжет о четвертой игре Готовил Дима Тимофеев Давайте посмотрим Что он нам о ней рассказывает Устроим праздник баскетбола Эуробаскет 2011 в Литве Начнется уже 31 августа Спонсор мероприятия ВИЧИ Море вкусов У самых великих атлетов Случаются провалы Не обошелся без них В этой финальной серии И Леброн Джеймс После поражения В третьем матче Финальной серии На родном паркете Далласу отступать Было уже некуда Подопечным Карлелло Нужно было кровь из носа Побеждать дух Оставшихся в поединках У себя в Техасе Наставник Маверикс Удивил еще до стартового свиска Выставив в основной пятерке Джей Джей Парея Причем большим числом атак Хозяев паркета Руководил именно Пуэрториканец Эта перестановка Стала пожалуй Первым смелым шагом Тренеров в этой серии Карлелло рискнул И сделал это Как оказалось позже Не зря Вообще Новая стартовая пара Защитников Смотрелась очень здорово Особенно в защите Зато появилась Новая проблема За первые 16 минут игры Хит берут 10 подборов на чужом щите Однако в общем Первая половина матча Прошла очень ровно И Чалмерс Буквально за считанные секунды До большого перерыва Обеспечил Майами Преимущество Плюс 2 Если разбирать Игру по персоналиям Конечно же Главной сенсацией Стало крайне пассивное Выступление Леброна Джеймса Да ему совсем немного Не хватило до трипл дабла Но 8 очков Одного из лучших Баскетболистов планеты Безусловно Не тот вариант На который рассчитывали болельщики 3 из 11 с игры 0 из 3 из задуги 4 потери И что пожалуй Немаловажно Ни одного очка В четвертом отрезке Согласитесь Не самая лучшая статистика Невероятно Но факт Леброн в тот момент Продолжал лидировать В голосовании болельщиков За звание Скажем так Народного MVP финальной серии Все таки Наверное хорошо Что хотя бы При суждении MVP Лига не доверила Болельщикам Так вот Эта игра Стала худшей Для Леброна В плане результативности За всю карьеру В плей-офф Меньше 10 очков Леброн не набирал Уже на протяжении 433 игр Причем нельзя сказать Что Даллас придумал Против него что-то новое Шестой номер Майами Сам зачастую Приходил в нападении И банально Отсиживался в углах Пока Уэйт и Бош Пытались сотворить Что-то конструктивное Дуэйн кстати Сыграл фантастически У него 32 очка С отличным процентом Вот кто действительно Достоин в данный момент Звания лидера команды Бош также был хорош 24 очка В итоге оказались На его счету Благодаря их стараниям Гостям удалось снова Войти в финальную стадию матча С достаточно чувствительной порой В 7 очков Тем не менее коллектив Майами Хит Опять выглядел набором шестеренок Но механизм всегда Продуктивнее любой Даже самой фантастической Коллекции запчастей Роль механизма Снова исполняли Игроки Маверикс Скамейка хозяев Снова оказалась Наглого выше оппонентов Приходился даже Брайан Кардинал Он выступил в роли Тавгая Да и просто дал Дирку отдохнуть Кстати в этот раз Отдых нужен был Немцу как никогда Новицкий вышел На паркет с температурой И особо на абразуру До поры до времени Не бросался 10 из 21 очка Новицкий набрал В заключительной четверти В которой остановить его Уже никто не мог Отдельно стоит упомянуть О игре на щите В нападении Тайсона Чендлера 9 погоров Нападения от него лично В финале Отличный результат Хотя в этом плане Команды на Хит Оказались сильнее 44-41 И все было бы хорошо Если бы не в очередной раз Уверенно проигранная Концовка матча Команды из Пайлстрэп Он кстати К тому моменту Так и не набрался смелости И мариновал На лавке Хауса Джонса Илгаускаса И там Пьера Им места на площадке Эрик так до сих пор И не видит 21-9 Не столь впечатляющий Но все-таки рывок Предпринимает Даллас А Майами снова плывет Потери Полы в нападении Неточные броски Как проклятие Ожидали команду в нападении В очередной раз Заметьте Уэйд сражался до конца Но Даллас оказался В тот вечер сильнее Счет в Сирии сравнялся И скептики были вынуждены Вновь схватиться за голову Интрига была возрождена А насчет интриги Вы же понимаете Счет стал 2-2 И осталось две игры В Далласе И мне честно говоря Вот эта вот интрига Была возобновлена Я бы так не охарактеризовал Ситуацию Которая сложилась После четвертой игры Даллас оказавшись В тяжелом положении Из-за болезни Дирка Новицки Продемонстрировал еще раз Всю серьезность Своих намерений Свой характер Свой опыт Беспомощность Спайлстры В заключительной четверти И его Вот эта слабость Вливая Когда Ну не играет у тебя Леброн И ты не знаешь Как его использовать Посади на скамейку Ну сделай хоть что-нибудь Чтобы помочь своей команде Нет Спайлстры этого не сделал Вот здесь я начал задумываться О том Что он Ну не готов Не только оперативное управление Слабое Но и честно говоря Планирование всей игры Не только плановые замены А там смены тактик В зависимости от того Кто из лидеров отдыхает А кто на площадке Смены направления Развития атаки В зависимости от этого же фактора Это Это тренерская работа Это часть тренерского искусства А он что? А он к сожалению спасовал Как спасавал и Леброн Но не хватило смелости Заменить игрока Который откровенно На площадке Отбывал номер Не то чтобы Леброн Не хотел выиграть Я в это не верю Он не плавил игру Но Играл он По меркам того Что мы знаем Как он может И как он играл Слабо Некем заменить Там Как бы неудачно Не действовал В этой серии Майк Миллер Но было видно же Что у человека Глаза горят Что он рвется в бой Он хочет этот перстень Дай ему проявить себя Поставь его Может у него пойдет Вообще Очень много может Чего бы случилось Если бы Спайлстр Не спасал И перед опытом Карлайла И вообще Перед соперником Кстати Болезнь Дирка Новицкий То что он вышел С температурой 38 градусов Там американцы Сразу вспомнили Они помнят все Как вышел В финальной серии 97 года Тоже с высокой Температурой Джордан Но он набрал Там Джордан Свои 37 очков С температурой В том матче Набрал В финальной серии Но проверили параллель То есть Новицкий Еще и засверкал Этим сравнением А вот то Как на это Отреагировали Дуайн Уэйд И Леброн Джеймс Можно посмотреть На ютьюбе Там есть ролик Когда перед пятой игрой Утром На тренировку Они идут По коридору В Далласе В арене Уже в форме Их охраняют Там охранники За спиной А журналисты Их снимают Вспышка Ну и они в камере А они Два дурачка Идут И прикрываясь Майкой Майку поднимают И покашливают Это они издевались Над Дирком Новицкий Ну докашлялись Если честно Потому что Пятая игра Когда Даллас Вышел вперед Сейчас будет сюжет О пятой игре С моей точки зрения Сломала эту серию Сломала хребет Майами Пожалуйста Это сюжет Пятая игра серии Вы же понимаете Счет 2-2 Серия начинается Сначала И пятая игра Таким образом Определяющая Мне очень любопытно Было перед началом игры Какие же схемы Применят два тренера Ну например Карлайл выпустил В стартовой пятерке Вместе с кидом Хосе Барре Это означает Что он хотел Поиграть на скорости Еще Для чего Иначе Можно выпускать Маленького Который Нездорово Защищается В стартовой пятерке Майами Хит В принципе Изменений не было Майк Биби И Дуэйн Уэйд Составляли пару задних И ясное дело Что огромная нагрузка Ложилась на ветерана На Джейсона Кида Именно ему Пришлось Опекать В течение этого матча Дуэйна Уэйда Я не могу сказать Что Кид справился С его опекой 23 очка Дуэйна Уэйда При 50% Попадания с игры Да еще штрафные 12-10 Хвалить за защиту Кида Я не могу Но с другой стороны Ветеран провел На площадке 40 минут Сам 13 очков Забил При очень приличном Проценте Попал 2-3 очков Он всего забил 3 Но 2-3 очков Попал тогда Когда было очень нужно Если первую четверть Даллас уступил 1 очко 30-31 То все последующие Вторую, третью, четвертую Даллас выигрывает Выигрывал понемногу Вторую 4 очка Третью 2 Четвертую 4 Но для победы Финальный счет 112-103 Этого хватило Мне очень понравились Мне понравились те моменты Во второй половине матча Когда на площадке Был Дэшон Стивенсен Который опекал Леброна Джеймса Леброн набрал 17 очков При 10 подборах И 10 результативных передачах Это трипл-дабл Можно ли хвалить Леброна? Нет Я считаю, что нельзя В четвертой четверти Игрок просто потерялся Он практически не атаковал То ли испугался ответственности То ли чувствовал Что партнеры В более лучших положениях Давайте остановимся На втором варианте Потому что Леброн Есть Леброн Он король Он лучший баскетболист мира Единственное Что с моей точки зрения Он до конца не осознал Что с партнерами Нужно устанавливать Взаимоотношения На весь сезон Партнерам нужно Относиться уважительно И тогда они ответят Тебе тем же Леброн не выглядит Изгоем на площадке Однако, когда он берет Мяч в руки Большая часть игроков Майами Находящихся на площадке Останавливаются Они превращаются В зрителей И смотрят Что Леброн придумает Так же, как и У своих экранов Что было на счете 26 подборов Хозяев Против 36 подборов Майами Казалось бы Ну в этом-то случае Должны же Баскетболисты Гостей Выиграть игру Нет Ничего подобного При высоких процентах Попадания с игры Решающим фактором Оказалось то, что Баскетболисты Далласа Из 19 трехочковых попыток Реализовали 13 68,4% Это даже выше Чем у них Попадание Двухочковых бросков У Майами У Майами Тоже неплохо Из 28 Но этих очков Им явно не хватило Другими словами Выход Вперед Далласа У себя На поляне Это был максимум Того, что они могли Выжить Из этой ситуации 3-2 Серия переезжает В Майами И у Майами Задача выиграть 2 из 2 А у Далласа Более или менее Комфортная ситуация Выиграть нужно Лишь один раз И тогда заветный Чемпионский кубок Окажется в руках Их капитана Джейсона Кидо Я надеюсь Что вы вместе Со мной То есть Все мы вместе Смотрели эту игру Если вы помните Был момент Когда в четвертой Чертверти Майами Был впереди И не удержал Не защитил Своего преимущества Плохали Слабали Защита Майами Ну скажем так К концу матча Она становится Хуже чем в начале Потому что Лидеры Устают Так агрессивно Защищаться Как они защищались Там в первой половине Матча Они уже физически Не могут И это естественно Устают и соперники Соперники тоже Так нападать Не могут И здесь Я склонен считать Что все-таки В концовке Этого пятого матча Характер Плюс Везение Плюс чутье Карлайла С этой заменой Ну В общем Победил Переборол И себя И соперника Даллас Но вот То как они Уходили Баскетболисты Майами С площадки Какие были Выражения Лиц То что я успел Увидеть В трансляции Я честно говоря Насторожился Мне показалось Что в общем Рассчитывая Каждый раз На лучшее Мне ведь Как болельщику Тоже Так же Как и вам Хотелось бы Наверное Увидеть Седьмой Матч В этой серии Чего не состоялось Но я просто Почувствовал Что у Далласа Шансы Настолько Возросли Что Даллас Все может Закончить В шестой игре И честно говоря Так и случилось На самом деле Шестая игра Как я думаю Была для Далласа Самой легкой И возможно Ну может быть Чисто зрелищно Возможно Как-то По интуиции Я все время Пытался Во время репортажа Подогреть Так сказать Не столько Майами Сколько Интерес зрителей И болельщиков Майами Поддержать Я хотел бы Ответить Вы понимаете Я болею За Даллас Да Но во время Этого репортажа Не мог я выражать Свои эмоции И поэтому Мне хотелось Чтобы Майами Доставал Догонял Чтобы было интересно Чтобы была борьба А Даллас Настолько Академично Защищал Всю шестную Всю четвертую Четверть Даллас Защищал Своё преимущество И как же здорово Он это делал И какой Тренер Рик Карлайл Который Помог Своей команде Это преимущество Отстоять Давайте сюжет Посмотрим Потом я еще Несколько слов Добавлю К тому Что происходило На площадке Шестая игра Та оказалась Заключительной Финальной серии Даллас победил Но кто этого Ожидал Перед началом Когда Майами Расценивался Однозначным фаворитом Я Очень доволен Я не скрывал Что я тоже считаю Майами фаворитом Но Даллас Это команда Как на стороне Которые Мои симпатии Особенно на стороне Двух игроков Джейсона Кида И Шона Мэриана Поэтому я испытывал Определенную радость Правда Во время репортажа Старался сохранять Нейтралитет Я считаю Что в этом матче Даллас проявил Свои самые лучшие Качества В первую очередь Опыт и характер Даллас Совершил таки 14 потерь Почти столько же Совершил и Майами 16 Однако Потери Далласа Не сказались Так плачевны На результате А вот Потери Майами После 16 потерь 25 очков Летело в кольцо Хозяев Оказались решающим Фактором Ну и еще Очень важно Скамейка В первую очередь Отмечаю Джейсона Терри Выйдя со скамейки Еще в первой четверти При отрицательной По-моему 7 очков Отставал в счете Даллас Джейсон Терри Набрал подряд 5 Двумя бросками А всего За матч 27 Он самый результативный Игрок в матче Вообще Естественно И в Далласе Тоже Джейсон В свои 33 года Отлично Справляется С ролью первого человека Выходящего со скамейки Пожалуй Своей игрой Финальной серии Он снял все вопросы По тому Кто в лиге Лучший шестой Джейсон Терри Вопросов нет Показал фантастический Процент попадания С игры В общем Можно петь песню Однако Я хотел бы отметить Еще двух запасных Дешон Стивенсон Не вышел В стартовом составе Второй раз подряд Карлайл остановился На сочетании Защитников Кит Боррея И Выйдя со скамейки Дешон Стивенсон Забил Три трехочковых подряд Это были Вот Девять очков Он всего В матче И набрал Но как уверенно И последнее Брайан Кардинал По соотношению По коэффициенту Плюс-минус Брайан Кардинал Лучший в команде Плюс 18 Он вышел на площадку Исключительно для того Чтобы усилить защиту Оборону Можно даже сказать Что Карлайл отвел Кардиналу Роль Пугала В защите Потому что Накрыть он все равно Никого не может Но уж если человек Идет с мячом под кольцо На его пути Вырастает кардинал И если судья Не свистит фол В нападении Или кардинал Понимает Что он не успевает Он рубит И к этому Нужно относиться Как к тактической схеме Вообще-то ведь Кардинал Не грубый игрок Он не убийца На площадке Такую роль отвел тренер С такой ролью Он справился А то что Кардинал забил Еще и один Трехочковый бросок Это вообще сказка Для меня Шестая игра Стала торжеством Разума Торжеством Разнообразия Техники Над Ну что ли Догматичным подходом С Паэлстрой К баскетболу Как к игре Он Отставая на Десять очков Третьей четверти Не поменял тактику Не предпринял никаких ходов Для того Чтобы изменить ситуацию На площадке Он доверился Своим звездам А звезды Подкачали И это в первую очередь Поражение Тренерское Это тренерская победа Карлайла И тренерское поражение С Паэлстры Игроки Майами Супер трио Звезды Леброн Уэйт И Бош Они виноваты Во вторую очередь Им приходилось На площадке Самим думать И принимать решения И они далеко Не всегда Принимали решения Правильные И поэтому Майами Не выиграл Что дальше будет С этой командой Я не знаю Мы поймем Остается Супер трио Вместе Расходятся они И в этом же Случае Понятно Что если они Остаются То С Паэлстру Поменяют А если они Разбегаются То наверное Такого молодого И умного тренера Перспективного Да еще Обогащенного Опытом Проигранной Финальной серии Надо оставлять Я не люблю Когда тренеров Меняют Когда их увольняют Мне жаль С Паэлстру Но главным Виновником Поражения Вообще В серии У Майами Я считаю Именно его И наконец Прещу Про одного Героя Про Новицкий Который получил МВП Плей-офф Было сказано Много Я хочу сказать Тайсон Чендлер Центровой Даллас Маверикс Человек Который Обеспечивал Победу В борьбе За отскоки Человек Который Цементировал Оборону И человек Который Ни разу Ни одного Раза За серию Не позволил Усомниться Что в трехсекундной Зоне Под своим Кольцом А зачастую Под чужим Главный Именно он Этот жест Если вы помните Который делал Дикембо Мутомбо Пальчиком После накрытия Бросков Нечего тебе здесь Делать Это мой дом Тайсон Чендлер Не повторял Но я вспоминал Каждый раз Когда он Блестяще играл Над корзиной На втором этаже Накрывая И подбирая Внутри Трехсекундные зоны Отсекая По полтора Соперника Своей В принципе Могучей спиной Необходимый Совершенный Игрок Игрок Которого Не хватило Но нет центра У Майами И ничего Не сделаешь При всем Моем уможении И Джоэлу Энтони Который Очень мало Играл В этом матче И к Юдонису Хаслиму Все-таки Они не центровые И тех навыков Которые имеет Чендлер У них нет Ну в общем Даллас В шестой игре Одержал Наиболее Убедительную Победу В серии Умную И красивую И заслуженно Закончил серию С кубком Лерри О'Брайана В руках Мои поздравления Я готов еще раз Поздравить Даллас С этой победой Вы знаете Я перезваниваюсь Достаточно Ну не с большим С несколькими Своими Приятелями Проживающими В Соединенных Штатах У меня есть знакомые Которые живут Добрые знакомые Живут уже Достаточно Долгое время Почти 20 лет В Майами И которые Имеют спортивное Прошлое Поэтому Проведение Финальной серии В том числе И в Майами Их тоже затронуло Ходили Смотрели Не на все матчи Можно было Купить билеты Но вот Интересную вещь Мне сказали Две интересных вещи Мне передали Из Майами Во-первых Они смотрят Нашу программу Поэтому я передаю Всем зрителям Нашей программы В Соединенных Штатах В том числе И в Майами Привет А во-вторых Они мне сказали Что в принципе Удивительная вещь Америка разделилась Белое население Америки В большинстве своем Поддерживало Даллас Болело за Даллас Афроамериканцы Болели за Майами Ну ответ-то прост Даллас По-моему Единственная команда Где 4 белых Сразу в составе Одной команды И на поле выходит Ну в общем Интересная такая информация Еще что я хотел сказать По поводу шестой игры Я нисколько не заблуждаюсь В том Что Спайлстра Перед шестой игрой Пытался Ну знаете На бумаге В компьютере Как тренер работает Да что-то моделирует Он пытался Смоделировать Игру своей команды Скажем Без участия Леброна На площадке И первая замена Когда Леброн Пошел отдыхать Было видно Что команда Там с выходом Другого игрока На поляну Она пытается Перестраиваться Там Оттягивается назад И больше Атакует С дуги Или начинает Свои проходы С дуги А не по лицевой линии Уэйт И выход этот От линии штрафной До трехочковой дуги Вот этот челночек Туда-сюда В два шага Боша Понятно Что это было Заготовлено Однако Очень быстро Не знаю Под давлением Ли обстоятельств Под давлением Того Что счет стал расти В пользу соперника Он отказался От этой задумки Сам себя предал Вот Не пошла игра У лидеров Я очень много Отзывов Ваших Уважаемые Любители Баскетбола Не пошла игра Я прошу прощения Я хочу здесь Отметить Понимаете За какое-то время Медведя в цирке Учат Ездить на велосипеде Или на мотоцикле Это называется Дрессировка Значит Когда команда Шесть матчей Подряд Играет в нападении В одну и ту же игру Рассчитанную На двух своих лидеров Или откидку Лидеров Потом Открытому сопернику Открытому партнеру А команда соперника Что спит на печи Они же готовились Карлайл вдумчивый Тренер Хороший организатор Обороны Вы играете Так как вы играете От защищаться На ноль Против супертрио Невозможно Но на этом Была построена Оборона Далласа То есть Они забили Столько Сколько сумели С ними боролись Вы вспомните Как в шестой игре Бросал вообще Дирк Новицкий Своего подопечного И бежал вторым Помогать Опекать Шону Мэриону Леброна Джеймса Это был С противоположной стороны Трехсекундной зоны Да и бог с ним Что за моей спиной Открытый соперник Там мне кто-нибудь поможет Помощь приходила Но он Считал своим долгом Это ему тренер сказал Бежать И закрывать Леброну проход Понятное дело Что когда ничего Не меняется На протяжении Шести игр Соперник защищается Все увереннее И увереннее И соперник Даллас Научился Хорошо защищаться Понимаете Результативность Ну мы же привыкли К тому что Они забивают 60 очков на двоих Ну не 60 57 Где эти 57 очков На двоих И честно говоря Есть еще момент На который я хотел бы Обратить ваше внимание Чисто тактический Защищаясь Против Леброна Боша И Уэйда Обычная история Соперник много фалит Майами фалил больше Не было игрока Который заставлял бы Чандлера В трехсекундной зоне Обращать внимание Но не отдавали Бошу в позицию центра Половину раз Потому что его там не было Половину потому что На него не глядели То есть Атаки из-под кольца Да Пик-н-роллы проходили Вы помните Были хорошие пик-н-роллы В пятой игре Когда хаслим Там шесть очков Забил Но пик-н-ролл Начинается на дуге А вот чтобы человек Пришел Зафиксировал свою позицию Скажем на вторых усах Показал левую руку Я хочу здесь получить мяч И ему этот мяч отдали Этого не было Это отсутствовало В игре Майами И потом еще Понимаете Можно по-разному Оценивать игру Биби И игру Чалмерса И многие из вас Уважаемые телезрители Да и я тоже Чалмерс Молодой Растущий Не разыгрывающий Он с позиции первого номера Пока атакующий Потому что Отдать в позицию центра Это работа первого номера Биби нет на площадке А Чалмерс Этого не делает Не умеет Ну вот вам И результат И разнообразия тактики Не было Потому что Атаки Уэйда И атаки Леброна Они однообразны Они как бы Начинаются И заканчиваются Тем что эти ребята Угрожают проходом Они это здорово Они это лучше всех В мире делают Они туда лезут Но увы Их там ждут Их ждут Их бьют Их останавливают Как хотите Но справляются с этим И то что они На двоих забили 40 очков Это не 57 Вот поэтому Майами Я считаю Победа разума Над Прагматикой И прямолинейностью Разнообразие В тактических построениях Команды И в защите И в нападении И однообразие Разнообразие Лучше А теперь То что не показали В трансляции Давайте посмотрим Вместе Как красиво Награждали Даллас В Майами Обратите внимание Вот он Пьедестал На котором В белом И в этих Сероголубых Кепочках Команда Далласа Уже в полном составе Там гораздо Больше людей Объятия Тренеру Приносят Благодарность Это кстати говоря Джейсон Терри Обнимает Карла А вот уже И трофей Куба Клэри О'Брайена И Наследник Клэри О'Брайена Дэвид Стэн Который берет В руки микрофон Он благодарит Обе команды За замечательную Серию За то Что они Подарили Болельщикам Всему миру Баскетбол Наивысшего качества Благодарит Их дважды А сейчас У нас есть Новый чемпион На 31 году Своего существования Даллас Маверикс В первый раз В своей истории Стал чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации Поздравления Далласу Да и отдельно Рику Карлайлу Чуть не плачет Рик Карлайл И обратите внимание По-моему Не брился В этот день На удачу И вот интересно Что Принял Трофей Принял трофей Господин Картер Вот он рядом Стоит Пожилой мужчина Это он Жену свою Это человек Который владел Вот 31 год назад Это первый владелец Даллас Маверикс Очень красивый жест Со стороны Марка Кьюбана Как мне кажется Который об этом попросил И вот он Единственный Техасец Там На этом пьедестале Человек Который Передал Кубок в руки Марка Кьюбана Ну У того Счастья Как вы сами понимаете По его довольной улыбке Он передает Трофей Дирку Новицке И дальше Начинается праздник Который не кончился Еще и сейчас Еще и сегодня Первый вопрос Ведущей церемонии Обращает все-таки Обратите внимание Были болельщики Далласа на трибуне А Марк Кьюбан Отказывается Говорит Я не буду отвечать Ни на какие вопросы На все ваши вопросы Ответит Рик Карлайл В качестве шутки Рик Карлайл Подхватывает эту шутку И говорит Что у него есть Официальное заявление Он завоевал Первый трофей А официально Он заявляет о том Что владелец Команды Даллас Маверикс Марк Кьюбан Снимает свое Эмбарго для журналистов И готов давать Ему интервью И это правда Вот после этой церемонии Марк Кьюбан Провел пресс-конференцию Радостную Счастливую Наговорил много Благодарственных слов В адрес тренера Игроков И всех работников клуба Ну в общем Это был всеобщий праздник Как всегда Все кто играл И все кто не играл Я не знаю Как объяснить Ну вы знаете Что для очень многих Игроков В Далласе То есть для всех игроков В Далласе Это первый перст Как радовался Пежа Стоякович У меня нет слов А вот теперь На подиум вышел Билл Рассел Человек Который Вручает Награду Имени себя Самого МВП финальной серии Билл Рассел Вручает Его раз 206 сантиметров Вручает Дирку Новицки У которого Вместе с кепочкой Уж точно 2.20 И вышивут Эту награду МВП финала Наверное Никогда не подымали И Дирк Очень аккуратно Ставит ее Рядом с собой Но вы сейчас Увидите Дирк Отлично Говорит по-английски Несмотря на то Что он немец Но голос дрожит Известно Что в раздевалку Он убежал Сразу после матча И там заплакал И он говорит о том Что у него нет слов Он не верит в то Что произошло Что такого ощущения Ошеломляющего счастья У него не было Никогда в жизни И он повторяет это Практически Три раза подряд Потому что у него Действительно нет слов Вот такая замечательная Церемония Награждения Состоялась в Майами Честно говоря Мы еще не получили Кадры парада Но он наверное Еще идет в Далласе Потому что там Весь город Вышел встречать Своих победителей В Далласе Были парады В честь победы Даллас Каубойс Команды по американскому Футболу А вот баскетболисты В Далласе Еще никогда Своих болельщиков Так не радовали Ну в общем В Техасе умеют Праздновать И я этому очень рад Теперь пока У меня есть время Я хотел сказать Три вещи До того Как начну прощаться Значит Во-первых Я очень благодарен Всем тем Там 8 или 9 человек Меня поправили С переводом Прозвища Дуэйна Уэйда И я и перед ним Извиняюсь И перед вами И честно говоря Никогда мне не приходило В голову Что пишется через Эй И в этом случае Это вспышка Я не знал Я извиняюсь Второй момент Я напоминаю вам Уважаемые любители баскетбола Что завтра И послезавтра В финальной серии Чемпионата России По баскетболу В финальной серии ПБЛ Третий и четвертый Матч Химок Против ЦСКА Проходят матчи В Химках На нашем канале Прямые трансляции Этих матчей И наконец Как обычно Прощаюсь Я вам говорю Я прощаюсь Но после моего прощания Будет еще один клип Посвященный финалам Поэтому не выключайте Сразу Посмотрите Играйте в баскетбол Любите баскетбол Играйте в баскетбол Если можете Это лучший вид спорта Я в этом абсолютно уверен Мы с вами встретимся В следующий вторник Всего вам самого доброго Устроим праздник баскетбола Эуробаскет 2011 в Литве Начнется уже 31 августа Спонсор мероприятия ВИЧИ Море вкусов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА